Позвонил подписчик, со знанием дела предложил свою помощь. Где-то с минуты на минуту, с часу на час должен подъехать. Ну и так что мы сегодня будем работать вместе. В одной из серий про будущее отопление дома я протянул по полу полипропиленовую трассу в бане. Она будет питать теплые полы, подавать горячую и холодную воду в наш будущий комплекс. Но я не учел несколько важных моментов, о которых вы в комментариях мне обоснованно напомнили. Поняв свою неправоту, я принял решение чуть-чуть переделать трассу. Я считаю, что вы совершенно справедливо поругали меня за то, что я не провел в баню рециркуляцию горячей воды. И дополнительно я еще сам вспомнил, что у меня не хватает линии для грязной воды. То есть воды не очищены фильтрами. Такая вода необходима для поливки огорода, для заправки бассейна. Пропустить такой объем через фильтр, который будет стоять внутри дома, неоправданная роскошь. Бассейн и фильтр сам справятся с этой задачей. Сейчас мне важно вырезать дополнительные два канала и пробурить бетонную плиту насквозь. Еще на одну секундочку прерву. Для того, чтобы видос был сегодня интереснее для вас, у меня появилась мысль разыграть сегодня одну классную пенопластовую штуку. Это VR-очки. По-другому очки виртуальной реальности. Я купил их два года назад. Как разыграть? Сейчас я придумаю по ходу фильма и вам расскажу. Ну а пока смотрите выпуск. Так, все, приступаем к работе. Смотрите, а я буду делать. Видимо, я строитель-романтик, но данная работа для меня сродни работы скульптора. Я леплю свой дом, ежедневно дополняя его полезными опциями. Строю именно то, что должно и будет радовать меня и мою семью. Упрощать нам быт в будущем. Это моя цель и миссия. В видео порой не попадает львиная доля важных работ. И может показаться, что я топчусь на месте. Но открою секрет, это моя тактика. Создать работоспособность частных элементов, чтобы позже в один миг заработала вся система в целом. Насколько я помню, в институте это называлось от частного к общему и от общего к частному. Ну и второе. Зима для многих является временем передышки, заморозки стройки. Может хотя бы за мою тягу к работе не комментировать в подобном ключе. Но я не обижаюсь, это совершенно нормально. Слушайте, а я даже считаю, что это неплохо, что я переделываю какие-то узлы, которые вы у меня критикуете и говорите, что сделал неправильно. Зрители, которые заходят на наш канал, учатся на ошибках других. Собственно, все получают от этого только плюсы. Опыт очень приятная штука, но в ваши комментарии мой опыт усиливают до 80-го лейла. Поэтому огромное вам спасибо за то, что вы мне советуете. Я вот сейчас работаю, а в голове мысль, как все-таки здорово, что у меня есть вы. Ну, такая минутка откровения, она не помешает на канале. Я вижу несколько ошибок. Первое, которое я исправлю позже, это то, что розетка находится на высоте 20 сантиметров от пола. Здесь будет посудомоечная машина, и как мне объяснили, она будет очень плотно подходить к стене, что создаст определенные проблемы. Соответственно, розетку либо переносить, либо как-то дублировать, но этот вопрос мы решим позже. Второй момент. Подвод холодной и горячей воды тоже находится за посудомойкой. Я не знаю, чем я руководствовался при этом изготовлении, но это неправильно. И третий момент. Вот эта муфта показывает, что система собрана против шерсти. То есть, ее тоже стоит немножечко переделать. Мы с женой уже думали о том, что может быть раковину нам поставить сюда, и тогда проблема вся исчезнет, а посудомойку перенести сюда. Но тут возникает новая проблема. Тогда розетки будут находиться над раковиной. Не отступая от первоначального плана, я решил, что мы сделаем все правильно. И заодно в кинотеатрной комнате мне пришлось в прошлый раз вывести воду рециркуляции. Это будет по стене, это будет некрасиво. И я решил сделать все по уму один раз. Один раз. Один раз. Один раз. Сделать все по уму и больше к этому вопросу не возвращаться. Я надеюсь. Так, теперь по вот этой линии, которую вы мне закритиковали очень жестко. Пока ее переделывать не буду. Мы ее опрессуем. И в случае, если произойдет какая-то авария, или я увижу, что это проблема, я могу просто сделать алмазное бурение в этом месте. И пробурим отверстие в кинотеатре в сторону бани. И, собственно говоря, заменить те трубы, которые находятся в невидимой зоне. Ну, в случае, если они потекут на подвесную систему к потолку. Но это в случае, если будет авария. Ну, а пока я все-таки уверен в том, что сделал это качественно. И если, не дай бог, она произойдет, то мы просто выявив ошибку, выявив утечку, заменим вот таким путем. Для примера скажу. Полипропилен, который я уже приобрел, у меня обошелся в 6 тысяч рублей. А 19 тысяч сейчас стоит столько же, но металлопластика немецкого. Если мы сейчас берем во внимание то, что полипропилен я паял на холоде, то теперь я исправлюсь и буду греть феном, прежде чем паять. Надеюсь, это как-то смягчит ваше негодование. Частично разбирая узел, после переделки все должно стать эргономичным. Чуть позже расскажу, что я придумал. Вот так строишь, строишь, потом разбираешь, разбираешь, потом опять строишь, строишь. Надеюсь, разбираешь, разбираешь, больше не будет. Зимняя пена отличается от летней режимом затвердевания. Мне показалось, что она становится тверже, чем пена, которую я использую летом. Сейчас только что позвонил товарищ, уже едет. Как сказали в одном из моих видосов. Какой благородный народ, так он не начал приезжать. Отлично, это радует. Ну, сейчас-то мы вообще просто много-много чего построим. Ну, как добрался, друг? Ты как-то легко оделся, по-моему. Я же не работать приехал, да? Привет. Проходи. Сейчас общались, Денис вам должен быть знаком. У него интервью, в общем, брал сам Пельш. Вот эти карты. А я понимаю ваш вопрос. Вам хочется большего. Тогда добро пожаловать в знаменитый апидомик мощностью 6 ульев на человека. В апидомике ложитесь на лежанку, расположенную непосредственно над ульями, вдыхаете целебный воздух, слушаете приятное жужжание пчел, расслабляетесь и засыпаете примерно на час. И после этого просыпаетесь полной силой энергии. Основная тема была такая, что куда, на Алтае можно поехать, что интересно, в принципе, есть на Алтае. А не именно пчеловодство или еще что-то такое-то дела. Ну, ты сейчас пчеловодством занимаешься или? Конечно, конечно. То есть на базе также пчеловодство. Приезжайте, ребят. Друзья, кто с Алтая, усадьба Сокол, это находится правый берег Катуни в сторону бирюзовой Катуни по правой стороне. Вот небольшая такая рекламка. Говорите от Дениса, строй дом своими руками и Дэн вас примет с лучшими традициями алтайского гостеприимства. Со скидкой даже. О, даже скидку даст. Так, ну что, давай все, разогреваем. Для того, чтобы у нас не было сегодня проблем при пайке, я решил использовать фен. Сейчас буду прогревать части труб, которые будут стыковываться феном, и мы будем их склеивать. И второй еще момент. Я понимаю, что вы против того, что в пол мы будем загонять эту штуку. Кто напишет обоснованный комментарий на тему того, что это неправильно или правильно, и если эта система у меня все-таки потечет, то я отправлю этим зрителям вкуснейшего меда по килограмму. Это по-честному. Так, ну все, мы клеим, да? Греть, наверное, будем давать переноски. В гостевой комнате, так же, как и на всем первом этаже, планировал заливать полы. Но укладывать теплый пол в спальне не совсем правильно. Поэтому родилась мысль, а почему бы в этой комнате не уложить полы по лагам? Этим мы упрощаем бетонные работы. Трубы из полипропилена остаются с открытым доступом. По-моему, идея отличная. Как вы считаете? Мне там говорили, 6 секунд мало в такую погоду. Но мы хоть нагрели феном, давай подольше будем. Ну, ты сам смотри, как надо. Все, наверное, хорошее. Нет? Нанечка, не приезжай. Все будет пучком. Ой, кайф. Вообще, вот это прям по феншую, да, получилось? Какие секреты, ты знаешь, паяние? Важные самые. Паяние? Не волноваться, да? А ну-ка, давай-ка заглянем. Мы сейчас посмотрим внутрь. О, все прям как надо. Все прям аккуратно. Корректно. Я, кстати, помечал карандашиком. Да, вот представьте, я тоже ошибку совершал. Ну, не тоже. Я совершал. Я, короче, вот тут прям пометил. Близко-близко. А когда он начал заплавлять, у меня все это ушло в паяльник. Меточка туда ушла. Да. Из моего опыта, первый раз, когда у меня на стройке работает человек со стороны. Вот, вот так надо было. Да, вот все, идеалочка. То есть, видно шов. Видно, куда еще соединять. Это называется век живи, век учись. Ты сколько уже спаял в жизни? Шов? Да. Для отопления. Отопление шов. Ну, я так понял, ты на базе все спаял на этой, да? Ну, в основном база. В основном база. У себя дом строил, тут же. Паял все сам. Ну, не знаю, шов тысячу ты, наверное, спаял. Полипропилен или металлопластик? У нас полипропилен. Металлопластик, наоборот, мы от него полностью ушли. Я пришел на базу 6 лет назад, было все в металлопластике. Ну, ввиду того, что у нас цикличность использования базы. То есть, зимой мы не используем, летом используем. Постоянно воду слить, надо залить где-то в каких-то карбанах, когда остается. Начинает ее пучить и рвать трубы. Полипропилен не рвет, да, на морозе? С учетом того, что он расширяется лучше. Ну, а есть разница, стекло, не стекло он? Ну, лучше стекло, конечно. Вот это стекло я еще взял. Я, в принципе, все с стеклом использую. Я даже на холодную воду стараюсь стекло. А паял когда-нибудь полипропилен с алюминиевым слоем? Вот мне он попался в прошлый раз, который мы делали вот эти трубы. Нет, я видеть видел, но сам не паял. Как-то мне даже неловко, я как репортер просто. Давай я хоть поработаю. Мой хлеб забираешь. Ты держишь не 6 секунд, а просто по интуиции. Как кажется? Я больше теперь уже интуитивно, что чувствую, что материал разогрелся. А как ты это чувствуешь уже? Ну, ты руками все равно уже держишь его в паяльнике. То есть чувствуешь, он уже мягкий пошел. И все, и как бы этого, в принципе, достаточно. Раньше, конечно, поначалу все эти секунды выдерживал, но опять же, секунды это такая вещь, как бы условная. Они полбазы спаяли на морозе, запускали ее под Новый год. Так что, друзья, это еще один плюсик в копилку того, что полипропилен в полу будет чувствовать себя комфортно. Да, я так думаю. А как вы думаете? Ну, сейчас самое сложное начнется. Надо будет вот это запаять, быстро засунуть. Я парился, потому что мне надо было паяльник отложить быстро. Запаять, в смысле, там кусок? Ну, то есть надо будет это все спаять, потом резко паяльник убрать и это все склеить. Чтобы оттуда, оттуда не было паяльник. Да, да, да. Даже быстро расстояние. А, вот и в чем дело, да, это надо прятать туда будет. Я буду паяльник забирать у тебя? Видишь, выстояние у нас достаточно, да? Да, достаточно. Здесь проблема в том, что паяльник надо резко его забрать. Все, отлично. Так, сейчас я две трубы сюда вытягиваю и идем дальше. Работа идет полным ходом. Вдвоем-то как удобно, а? Дэн, ты еще можешь ко мне каждый день приезжать теперь? Ты можешь в Горно-Алтаве забыть? Ну, будешь зарплату не сплатить. Блин, зарплату мне к самому не платят, к сожалению. Давай, я верю в тебя. Вот про этот узел я и говорил. Есть варианты оставить его легкодоступным. Это можно сделать, если в комнате оставить деревянные полы. Добавляем дополнительные две трассы. Первая для рециркуляции, вторая сырая вода без подготовки. Тянуть которую я планирую также 32 трубой. Прогретые феном трубы режутся как по маслу. Мы очень быстро сработали с Денисом. Видимо, на этой волне я немного расслабился, и тут случилась небольшая авария. Ну, держи его. Давай, мне его, давай. Чихо! Ой, нет! Ну, нет, не будем рисковать, да. Что делать? Тебе делаете? Обрезать будем или как? Давай посмотрим, есть у нас запас. Да, назрянут. Ну, а мы не можем вот это еще распаять? Ну, ты верь, верьте слой, видишь, ты уже снял. Я могу прославлять. Ну, можно в одну же просто замояться, а потом побольше. Давай! А что у тебя запас есть? У тебя и у тебя есть вещи. У тебя же... Вот так много. Немножко. Да, главное, чтобы вот там она нормальная. Ну, а там если ты чуть-чуть побольше разрежешь, это ты не облегся сейчас. Наверное, все. А случилось! Не, обжог. Ага, все прелесть. Не, я все-таки, Дэн, чувствую, нас будут ругать в комментариях. Ну, ругать-то будут тебя в основном. Друзья, я здесь ни при чем, честно. Знаете, что я подумал? Сделаем так. В этом видео, которое вы сегодня смотрите, будет три циферки, где-то завуалированы в кадре. Вы должны их увидеть, написать мне тайм-код, когда, в какое время вы их увидели. И первый человек, наверное, давайте 10-20, которые напишут... 10, 10 человек, которые напишут, мы выберем среди них и разыграем эти очки. Классная идея. По-моему, прикольно. Так, ну а мы двигаемся дальше. Здесь, в принципе, осталось сделать час на горячую воду и опустить... Кстати, а есть какие-то правила, горячее слева, холодное справа или наоборот? Без разницы? Нет, они и есть, в принципе, правила среди монтажников. Наверное, горячее слева. Да, то есть, тут идет вопрос такой, где лево, где право, я знаю, что есть правила? Где лево, где право, я тоже знаю. А какое лево, где право, я тебе не знаю. Ты у меня видео смотрел, да, как газ подключается? Да. По этому видосу? Да. Ну, это самый простой, короткий путь, и он самый легкий. Кто не смотрел, вот по вот этой ссылочке, можете посмотреть. Я просто сейчас Денису объясняю, как в городе Бийске очень быстро и легко подключить газ. Пока он очень качественно паяет, я очень качественно рассказываю. Я тоже смотрю просто канал Дениса, много интересного узнал, нового для себя открыл. Все. Пихаем, отмеряем. Пихаем, отмеряем, режем, паяем и дальше пошли. Это под низ... А, провод выдергивай. Благодаря нашим совместным усилиям мы сегодня сделали то, что и надо было сделать. Переделали систему. Сейчас осталось только сделать каналью, но это я уже допинаю сам. Основные моменты мне Дэн помог. Это где придержать, где подержать, это все делал, кстати, я. А Дэн паял. Сейчас каналью собираю на 45-ке, как писали в комментариях, для того, чтобы можно было очень легко и смело пользоваться тросом. Хотя, честно говоря, даже в магазине сантехники ребята, которые занимаются проектированием и установкой, они говорят, это не надо. 90 градусов хорошо держит. Но коли ушевые мне в комментариях написали, я, конечно же, пользуясь случаем, воспользовался этими советами. По поводу трассы я написал уже. Ваши комментарии мой мед. Ваши комментарии мой мед, если что-то потечет. Вот так. Всем, кто писал адекватные и качественные комментарии, я отправлю вкусный, сладкий презент. Ну, а так как вы знаете, я честно снимаю на канале и всегда говорю о всех проблемах, которые у меня возникают, я этот факт скрыть от вас просто не смогу. Так, ну а с Дэном мы прощаемся. Я очень рад был его сегодня видеть. Ты приезжай чаще. Приезжай чаще. Будешь на Алтае. Заруливай. С удовольствием. Прям рад буду тебя видеть. Спасибо большое. Если что, он захватит меня. Да, если что. Забегай, если что. Сейчас Дэна провожу и продолжим работу. Как же это здорово, что мой мир наполнен добрыми, отзывчивыми людьми. С ростом канала я и то и дело замечаю, как в комментариях вы стали делиться опытом, обсуждать различные вопросы и помогать друг другу советами. То, ради чего я когда-то начал снимать сериал, сегодня стало сбываться. И знаете, я этому очень рад. Спасибо вам. И теперь уводим все это на посудомойку, в ту сторону. По розетке я решил не переносить ее вниз, я решил добавить еще одну ниже. Это позже сделаем. Собираю нехитрую систему, но теперь правильно. Опять же, благодаря совету зрителя. Вот так будет выглядеть для посудомойки и для раковины два выхода. И они будут находиться вот здесь. Мне очень понравилось крепление для труб такого плана. Стоят чуть дороже обычных пластиковых, но держат намертво. Ах, да, совсем забыл. Ко мне же приехала бухта сшитого полиэтилена. Сейчас мы доделаем оставшиеся две трассы. Понравилось крепить линии на хомут из перфоленты. Возможно, в момент заливки бетоном я их демонтирую. Но сегодня этот вариант крепежа очень выручает. Сейчас, ребят, было оборочное состояние, близкое к инфаркту. Подхожу сюда, смотрю, между этими у меня мусор. И тут дырка. Я надорвал. Слава богу, заделась, ну, прям капелька. Повреждения глубокого нет. Он там немножко цепанул. А это я вязал сантехнику. Продырявил насквозь. Жесть вообще. Тут тоже проверил. Тут все чистенько. Нигде нет. Слава богу, она отошла и ничего не произошло. Ну, тут прям полмиллиметрика. А на 2,8 толщину это даже незаметно. Впредь буду аккуратен. Сверлить потолки нужно внимательно. Буры буду брать теперь меньше 18 сантиметров. Не знаю, зачем я такой бур. Это я трубу от посудомойки тянул до канализации. Вот цепанул вот так. Сейчас я сделаю на коридор и сделаю на комнату линию. И у нас будет готова вся радиаторная сеть по дому. Останется только теплые полы. Это очень хорошо. Сегодня прочитал лайфхак-совет. Чтобы сшить их, не норовился винтить обратно в бухту, размотанную линию можно прижимать п-образной заготовкой из дерева, зафиксированным сверху кирпичом. Так я и поступлю, когда начну работать с 16-м сечением. Нрав у 20-ки очень суровый. При установке полиэтилена в прошлый раз на утро я заметил, что у меня разошлись шивы. Вы дали мне отличный совет. Скотч всему голова. А еще было важно, чтобы свет совпадал. Это по фэншую. Но у меня, к сожалению, такого скотча не нашлось под руками. Вот так теперь не разойдется. Заглушаю все входы и выходы на трубе. Любой мусор в системе впоследствии может повредить насосную группу. Нам это не нужно. Тянуть сшитый полиэтилен по полу очень увлекательно и ничуть не сложно. Если первую ветку приходилось вымерять по всей трассе, не отрезая от бухты, пока не дотянешь до коллектора, то вторую уже обрезал, ориентируясь по теле трубки. Если бы сейчас были в наличии радиаторы, электрокотел, можно было бы уже начинать прогревать дом на небольшую температуру. Но все, к сожалению, упирается в финансы. Перейдя по ссылке под видео в мой медовый магазинчик, вы могли бы здорово помочь каналу мне и нашей стройке. По аналитике более 250 зрителей остались довольны качеством меда, которое я собираю для вас с моими пчелками. Ну что, пришло время отчитаться. Это тема, за которую вы меня, конечно, будете ругать. И может быть правильно, но я ее уже поднимал три раза сегодня в нашем видосе. Вот они, шесть линий. Подача, обратка, теплые полы. Рециркуляция горячей воды. Холодная вода чистая и холодная вода грязная. То есть, которая на огород не подготовленная. Без фильтра. Меня успокоил сегодня Денис. Он сказал, что и в мороз, и в югу, и во многие другие погодные условия он делал эту работу. Нигде ничего не потекло, нигде ничего не просочилось. Поэтому, честно говоря, я уверен. Но еще опрессовка покажет. Как я уже объяснил, в случае чего мы можем заменить. Линии на радиаторы вы видели. Сейчас покажу фотографию, как у меня очень нехорошо получилось сработать с Леруа Мерлен. Там были самые дешевые Г-образные трубки от компании ProAqua. Это какая-то китайская компания. Но латунные трубки, что в них может быть вообще? Они все одинаковые. Толщина металла достаточная. Я заказал на весь первый этаж эти трубки. Но ко мне почему-то приехала половина 20-го и половина 16-го диаметра. Чтобы сэкономить на доставке, у меня брат поехал в город. Биск из Новосибирска. И я попросил его привезти. Поэтому он, конечно, не вникал даже в эту тематику. Ему это неинтересно и правильно. То есть в магазине ему просто дали не то. На сайте в остатке висело 13 штучек. 12 я забрал. Подумал поменять. Но потом захожу на сайт, и там уже висит одна. Соответственно, у них была приходована 16-я трубка, как 20-я. И я понял, если я сейчас это сдам, эти возвраты все. И в конечном итоге ему не поменяют, а просто вернут деньги. И мне опять придется искать. Я решил, что 16-ю трубку я пущу на второй этаж на несколько радиаторов. Позвонил ребятам, которые занимают сантехникой. И они сказали, что это не так уж и страшно. Это возможно. От одного коллектора я буду пускать 16-ю трубку и 20-ю. Осталось только решить, какие трассы пустить 16-м. Ближние ко мне или дальние ко мне от коллектора. Вот этот момент, если вы подскажете. Ну, вот так интуитивно просто. Вообще говорят, что вроде 16-я труба. Но если диаметр заужен, то лучше пускать на радиаторы, которые ближе к тебе. В общем, я хотел бы с вами проконсультироваться. Если вы подскажете, это было бы очень здорово. Есть еще у меня один вопрос на повестке дня. Смотрите, я сделал 45-ками, как вы сказали. И здесь 45-ками. Но из-за этих 45-ок у меня линия поднялась. То есть теперь где-то вот в этом месте труба начнет выглядывать с пола уже. И, конечно, это все будет на кухне. Это будет скрыто. Это никто не увидит. Но, тем не менее, посоветуйте, пожалуйста, как мне вот с этим вопросом решить. Тут по-другому никак. У меня вон туда заныривать в любом случае надо. И утопить ниже я уже не могу. Тут уже некуда. Конечно, логично понимаю, что лучше было бы это все утопить. Просто некрасиво будет, если вот тут у меня из пола уже будет торчать труба. Ее будет не видно, опять же. Но некрасиво. Я считаю, это плохо. Я уверен, пока вы смотрели этот ролик, в меня уже прилетело пару камней. За то, что я неправильно сделал. Опять в очередной раз я неправильно сделал слив в кинотеатрную или в кинозал. У вас уже попросил совета. Не устраивает меня этот расклад. Хожу, работаю. У меня родилась просто гениальная мысль. И она проста, как две копейки. А мысль в том, что почему я просто не взял и не высверлил отверстие в плите вот в этом месте. Это же две секунды работы, и все было бы ровненько, и там под полом бы все прошло. В чем проблема? А, хорошо, что я вовремя додумался еще до бетонных работ. Это еще один плюсик в то, что зимой можно не торопясь искурочить весь свой дом, но дойти до истины. И самый прикол, что благодаря вот тому, что я сейчас додумался, я экономлю кучу фитингов. По факту мне нужно будет только вот этот удлинитель и вот этот. Все. Вот. Занырнул. Вытащил. Все элементарно же. Просверливаю по периметру будущего прохода отверстия и лопаткой вырубаю бетон. В такой работе строительный пылесос – это первый помощник. Креплю в потолке цоколя держатели трубы. Все готово. Как я и раньше не догадался так сделать. За время работы с канализацией, системой подвода воды, я понял главное правило. Чтобы понять, как работает и течет вода, нужно думать, как вода. Это шутка. Сколько фитингов у меня осталось теперь ненужных. Благодаря тому, что я заморочился и сделал эту работу. Потом запеню по кругу и все. Теперь нет проблем, потому что у меня уровень пола зальет все вровень. Будет вообще ровненько, классненько. В этой комнате я добавил трассу. Она готова. Здесь все готово под заливку. Осталось сделать компенсационный наплыв пены, чтобы это все могло расширяться, увеличиваться. Трассы готовы. Здесь я уже скотчем заматывал, как мы с вами обсудили. И вот подход к коллектору тоже уже готов. Все, осталось коллектор поставить сейчас и трубки все эти подключить. Я подумал, если я буду опрессовывать раньше, то я просто поставлю сюда пушку. И она мне приготовит здесь определенную температуру. И я смогу уже работать с коллектором. Ему будет тепло, комфортно и классно. Ну, в общем, вот вся работа. Теперь следующее, что я буду делать. Сейчас поставлю трубки, поставлю подводы к радиаторам, установлю радиаторы, как только смогу их приобрести. Опрессую систему и начну вязать теплые полы на этаже. Я думаю, что заливку бетона в мае мы начнем с первого этажа. И кто говорит, что ты занялся этим рано, ребят, осталось два месяца. Не торопясь, спокойно. Даже вот эти все исправления при вас, которые были сделаны, они благодаря тому, что я не торопился. Если бы я уже гнал, конечно, мне было бы, наверное, не до этого. Спокойненько, размеренно мы все эти вопросы с вами решим. На этом, наверное, видосик сегодняшний я заканчиваю. Спойлер я уже кинул к следующему выпуску. Я был рад вас сегодня видеть. Увидимся на следующей неделе. До скорых встреч, пока! Такая горгона получилась. Прям такой осьминог, смотрите. Вау, вылазящий из туалета, из санузла. Прикольно, мне нравится. Время полно, надо прибираться. Редактор субтитров А.Семкин